Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Благодарю вас всех, девочки-мальчики, за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши теплые комментарии. Всем спасибо огромное. Всех люблю, всех ценю, девочки-мальчики. Сейчас давайте сделаем такой расклад на Крестового Короля и на вашу соперницу. Давно не смотрели, давайте посмотрим. Давайте сделаем диагностику, посмотрим, что за король к нам пришел, с кем он общался в прошлом, с кем сейчас и с кем он будет в будущем. Итак, делаем диагностику на нашего короля. Расклад общей девочки. Что у него было в прошлом, у нашего короля, который сегодня к нам пришел. Здесь я вижу, что у него были стечи с червовой дамой, но он здесь не расстался, закрыл дороги в стечи с червовой дамой. Дама тоже обиделась, не хотела его видеть. Но все-таки Крестовый Король надеялся на червовую даму, что у них скоро все наладится. Так, это что было у него? Что сейчас у него происходит в его жизни? Так, сейчас он не хлопочет, не общается с червовой дамой. Хотя хотел поговорить, но пока закрыл. Сейчас он с бубновой дамой. Дама здесь может быть из богатой семьи, но особо ему не нравится, что она из богатой семьи. В данный момент есть надежда на бубновую даму, встречи, общение, все есть на бубновую даму. Бубновая дама тоже его любит, но он думает и о червовой даме. Вспоминает вас, он думает, что вы его не любите, девочки. Так, ну и что будет у Крестового Короля в будущем, в скором будущем? Так, Крестовый Король, который к нам пришел, он думает о своем будущем. Он надеется, что у него будущее будет хорошее. Но здесь он с бубновой дамой тоже будет ругаться в будущем. Ссора будет, ну не крупная, но ссора будет. Здесь бубновая дама думает, что у них отношения серьезные. Она думает, что у них будет брак, все будет. И от этого у них будет неприятный разговор, что она хлопочет выйти за него прямо замуж. Да, вот. Крестовый Король как бы еще не готов жениться на бубновой даме, жить с ней. Но она хочет. Здесь из-за того, что он с червовой дамой расстался, встречи нету, что он все сделал пусто, он злится сам на себя. Злится сам на себя. Но я вижу, что он в будущем еще будет интересоваться червовой даме. Он будет очень сильно скучать, ему будет очень больно, что он ее оставил. Так, ну посмотрим, что нам расклад скажет сегодня. Мы узнали, в каких он энергиях, что там случилось, что есть, что будет. Теперь будем смотреть расклад. Итак, Крестовый Король и ваша соперница. А вы будете червовой дамой, девочки. Бубновая дама будет ваша соперница. Так, Крестовый Король, ваш мужчина, бывший. Так, посмотрим, что он думает, что у него под сердцем, что на сердце под сердцем. Видите, сразу ваша карта вышла. Хотел бы встречи, но он думает, что вы не придете. Ваше свидание перевернуто. А на сердце что у него? Да, хотел бы поговорить с вами. Нежно, тепло, хотел бы поговорить. Так, в голове, в мыслях, на пороге, что было, что будет. Будем смотреть. В голове, в мыслях он думает о бубновой даме, о ее жизни. Интерес есть к ней. Но чувства нету, девочки. Любви нету, чувства нету. Но он интересуется бубновой дамой. Все-таки хоть чувства нету, тут деньги большие. Тут большие деньги его окружает. Поэтому он думает. На пороге, прямо вижу, будет ссора у него с бубновой дамой. Здесь бубновая дама надеется на что-то. А ему это все не нравится. Вот свидание, встреча у них. Так, в прошлом он с червовой дамой расстался из-за того, чтобы хлопотать бубновой даме, девочки. Так, в будущем. В будущем он все-таки думает, что встреча, общение с его дамой будет. Но с его дамой он закрывает бубновой дамой. Здесь у него есть желание к бубновой даме. И она желает его. У них желание обоюдное. В будущем он думает, что он будет с бубновой дамой еще. Так, да, в прошлом он с ней расстался. Здесь какой-то обман был. Кто-то кого-то обманул. Что-то он думал, что червовой дама его обманывает. И он просто сделал. Может быть, он думал, что какой-то другой человек хлопочет к ней. Да, в червовой даме. И он думал, что она обманывает. Так, ну и в его жизни тоже какие-то проблемы были с каким-то казенным королем. Может быть, по работе с начальством, с директором. Да, какие-то проблемы были. Ему это тоже было в тягость неприятно. Ну, то, что он с червовой дамой не встречается, да, вот, нету встречи. Для него это как маленькая смерть, да. Ему очень печально. Он ударяется, что с червовой дамой встреч нету. И она сама не хочет его видеть. Ну, и здесь, как я сказала, хотел бы встречи, общения. Ударяется, прямо умирает по червовой даме. Но пока в будущем он надеется и желание есть в губновой даме. Хоть они ругаются, хоть он здесь с губновой дамой ругается, но все равно он думает, что они все-таки будут вместе. На секции губновый разговор будет. Так же думает о червовой даме. Он думает, что она его разлюбила и поставила точку отношения. Часто думает, девочки, о вас. Часто вспоминает, часто думает. Так, далее. Ну, что сказать. Так, под сердцем он думает о вас. И на сердце тоже он думает о вас. Если бы была бы встреча, если бы была бы такая возможность, он хотел бы вам сказать теплые слова. Но он думает, что вы не любите, поставили точку. И часто он думает о вас. Ну, все уже сказала. Не будем повторяться. Посмотрим, что будет дальше. Что же он будет делать дальше с вами с губновой дамой? Захочет ли с вами встречи, общения? Ну, хочет, но он думает, что вы сами не захотите его видеть. Так, карты, которые не вошли в расставь, тоже посмотрим, что тут было в прошлом. Да, у него был большой интерес к червовой даме. Хлопотал, потом разозделся и повернулся к губновой даме. Хотя он потом пожалел об этом. Ну, посмотрим, что будет делать дальше. Так, что-то он какой-то пустой в жизни. Может быть, выпивает. Чувства любви нету. Что-то в жизни все пусто. Чувства любовь холодные. Из-за этого переживает. Душа болит. Сердце плачет. Надеется. Желание есть. Увидеть червовую даму хочет. Девочки. Так. Вот из-за новой дамы тоже у него разговоры, общения. Разговаривает о работе, о жизни, о деньгах разговаривает. Пока хлопоты пустые. Девочки думают о себе. Выпивает мужчина. Когда выпивает, вспоминает вас. Как вы поругались с ним. Вспоминает вот это все. Ну, здесь бубновая дама надеется, что у них серьезные намерения до другу. Встречи с червовой дамой нету. Пока нету девочки. Ну, он думает написать, позвонить вам. Что делать думает. Пока он с бубновой дамой находится. Хоть и ругаются, но все равно встречаются. Ой, здесь короля нету. Думает о работе. Думает. Неожиданно какие-то деньги получит. Прямо неожиданно, нежданно, негаданно. Какие-то денежки получит. Так, здесь мужчина думает об обновой даме. Все-таки он о ней думает. Ну, и так же он думает глубоко. Он думает, что червовая дама еще его любит. Здесь у новой дамы хлопоты есть. Так же он надеется тоже на червовую даму. Но пока встреч нету. Пока он думает, что червовая дама не хочет с ним встречаться. Но он думает, что она его любит. Ну, и он тоже любит еще ее. Так, свидание с Тичи с кем? Сам с собой думает. О себе думает. Что его удивит? Его удивляет, что он до сих пор любит червовую даму. Интересуется. Это его удивляет. 10, 11. Кто одиночит? Без чего вы дамы одиноко? Кто тревожит? Хочет он давно с ней пообщаться. Это его тревожит. Что порадует? Хочет он хлопотать в червовой даме. Хоть они поругаются, все равно хочет. Это его радует. Чем успокоиться? Здесь у новой дамы встреча будет. Этим он успокаивается. Так, девочки. Смотрим дальше. Для него, для дома, для сердца. Что было, что будет. Чем он успокоится? Так, для него. Думает он о своих чувствах, о своей любви. Думает. Думает, что червовая дама осталась у него за спиной. И он печалится об этом. Для дома. Для дома тоже думает, что червовая дама его разлюбила. Думает, что я буду в новой даме. Но все равно интерес к червовой даме есть. На сердце. Что на сердце, смотрите. Хочет хлопотать с червовой даме. Надеется, что все наладится. Что было. В прошлом он ругался и с червовой дамой, и с бубновой ругался. Что же будет. Все-таки у него есть желание хлопотать червовой даме. Ну и также бубновый хлопот и тоже есть. Успокаивается он тем, что тут как бы все нормально закончится. По справедливости все будет. Думает так. Так, для него. Все-таки он думает о своей жизни, о своих чувствах, о своей любви думает, о своих встречах, свиданиях. Думает, что что-то не так он сделал. Думает так. Для дома. Для дома тоже интерес есть червовой даме. На сердце. На сердце как немножко выпьет, так сразу вспоминает червовую даму. Что было. Было с бубновой дамой, с севовой дамой. Ссоры, скандалы были. Что будет. Здесь он хочет встретиться с червовой дамой и сказать ей теплые слова. Девочка хочет. Так, далее. Здесь бубновая дама очень надеется, что у них все серьезно, да, в будущем будет. Нет, он злится за этого, что она так сильно надеется. Это бубновая дама. Вот, бубновая дама. Очень надеется, что у них все хорошо будет. А он злится. Он злится. И он злится из-за того, что он просто сделал червовую даму, девочки. Все равно он думает о вас. Как бы тут рядом новая дама не была, он все равно думает о вас. Он надеется, что вы все равно еще любите его. Хоть встречи нету. Он давно думает, что встречи нету, но все равно вы любите его. Так, здесь он сам себя ругает, что он так поступил с вами. И из-за бубновой дамы, что он с ней начал встречаться, она уже не захотела с крестовым королем встречаться. Так, здесь бубновая дама. Надеется, что у них будет все серьезно, что все хорошо будет. Вот они, две девушки. Бубновая червовая дама. Может быть, он их сравнивает. Некоторые мужчины сравнивают. Неожиданно очень сильно заинтересуются червовой дамой. Ну, интерес есть, но пока встречи. Если они будут встречи, то они холодные будут. Или пока нету встреч. Пока с бубновой дамой встречаются, общаются. Но все равно он знает, что червовая дама любит его. И он тоже любит. Любят они друг друга, девочки. И хотел бы он сказать червовой даме теплые слова. Слова любви. Злится, что у него такие желания. Вот, будет сам на себя злиться, что пусто сделал червовую даму. Злится и не отличает сам на себя, девочки. Вот, он все равно надеется на червовую даму. И дама надеется, и он надеется. Но пока у них как бы поставлена точка. Пока он с бубновой дамой. Ну, сейчас будем рассматривать все карты. Кто что, какая карта, что скажет нам. Так, с бубновой дамой, что тут будет. Так, пока он с бубновой дамой встречается. Ну, как бы отношения у них неплохие. Да, вот отношения есть, встречаются. Тут и постель есть. Но все равно он думает о червовой даме. Почему он с ней расстался? Почему была ссора? Он думает. Ну, и, наверное, понимает, что они расстались из-за бубновой дамы. Что он очень серьезно начал надеяться интересоваться к бубновой даме. Поэтому была и ссора, и скандал. И они расстались из-за бубновой дамы. Так, что тут поставлена точка? Так, здесь, когда он поставил точку, он скучал, переживал, злился, сам на себя злился. Но все равно думал, что он будет хопотать к ней. Тут появилась бубновая дама, богатая. Может быть, дама бубновая дарила ему подарочки. Ну, и он думал, что в будущем они будут вместе. Так, что тут червовая дама на него надеется? Посмотрим. Так, он тоже надеется на червовую даму. Надеется, что встреча будет, свидание будет. Иногда он думает, что у червовой дамы есть другой мужчина. Что она с кем-то общается. Но она ни с кем не общается. Она не встречается с этим королем. И в ее жизни нету этого короля. Видите, девочки, она с этим королем не встречается. Хотя он так думает. И он страдает, переживает за это. Он думает, что у нее есть другой мужчина. А его-то нет. Может быть, она общается с кем-то, с мужчиной. Но у них таких любовных встреч нету. Мужчины, они все ревнуют. Это у них в крови. Так, вижу, здесь будет какой-то разговор. Серьезный разговор с клубной дамой. Даже хочу сказать, тяжелый разговор с клубной дамой будет. Она будет хлопотать. И у него будет с ней серьезный разговор. Здесь он будет хлопотать с червовой дамой. Но дама не придет на свидание. Если придет, то будет холодная встреча. Скорее всего, не придет. Он не верит, что она придет. Здесь пока девочке он остается с клубной дамой. Хотя ему плохо. Его рюмочка внизу находится. Хотя ему плохо. Но еще он будет с клубной дамой встречаться, общаться. Созваниваться. Но он знает, что червовая дама его любит. Ждет. И он тоже любит. Может быть, он будет ей звонить все-таки. Признается в любви. Ну, пока такая ситуация. Тут с червовой дамой еще пока нету примирения. Такого, да. Но он очень думает. И надеется, что у них все нормализуется. Но пока он будет встречаться, общаться с клубной дамой. Хотя с клубной дамой ему особо и нехорошо. Вот такой расклад девочки. У кого такая ситуация, пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Всех люблю, целую, обнимаю девочки. Пусть у всех будет все хорошо. В любви, в жизни, вообще в делах. Всем до свидания. Удачи вам.